Услуги на базе сообщества В этом видеоролике мы узнаем, что такое услуги на базе сообщества и почему они важны для секс-работников. Услуги на базе сообщества – это услуги, которые предоставляются под руководством самих секс-работников. Секс-работники лучше других разбираются в особенностях своей жизни и хорошо знают свои потребности. Польза, которую приносит развитие сообщества и привлечение его к участию, бесконечна. Давайте посмотрим на разные типы услуг на базе сообщества. Аутрич-услуги под руководством сообщества Аутрич-работа под руководством общины или секс-работников отвечает настоящим потребностям секс-работников. Многие объединения секс-работников в нашем регионе с успехом ввели аутрич-программы, в том числе обучение по принципу «равный и равному», анонимное консультирование и тестирование на ВИЧ и ИППП, раздачу презервативов и информационных материалов о сексуальном и репродуктивном здоровье. Организации ведут аутрич-работу на базе сообщества разными способами. В Армении и Казахстане секс-работники обучают аутрич-работников. В ходе пандемии коронавируса многие объединения продолжили общаться в сети, используя разные коммуникационные платформы, продемонстрировав, что сообщество может объединиться и действовать. Сама организация секс-работников в России занимается преимущественно аутрич-работой онлайн. В Украине самоорганизация секс-работников ведет онлайн-психологическое и правовое консультирование, а специально обученные секс-работники управляют блогом и форумом секс-работников. Аутрич-работники из сообщества настолько же квалифицированы, как и другие аутрич-работники. Их работу нужно уважать и вознаграждать соответствующим образом. Безопасные пространства – дроп-ин-центры. Безопасное пространство – это место, где люди и сообщества могут высказаться, получить информацию и средства защиты, а также пообщаться друг с другом и с теми, кто предоставляет услуги. Безопасными местами для встреч или дроп-ин-центрами в Кыргызстане, Македонии и Армении, например, управляет сообщество. Там проводятся разные мероприятия. Секс-работники здесь вместе готовят еду, проводят тренинги, раздают презервативы и лубриканты и дают секс-работникам возможность расслабиться, и пообщаться с коллегами. В Македонии секс-работники организуют встречи, чтобы попробовать макияж и приготовить еду, в ходе которых рассказывают об услугах и ведут обучение по принципу «равный равному». Во многих странах безопасными местами становятся офисы и организации. Комитеты и консультационные группы сообщества. Очень важно, чтобы у сообщества была возможность отозваться о качестве услуг и о разных аспектах услуг. В 2020 году в Украине самоорганизация секс-работников опросила секс-работников, с чем они столкнулись при пользовании услугами, такими как тестирование на ВИЧ и инфекции, передаваемые половым путем, которые можно получить в НПО и государственных учреждениях. По результатам опроса был составлен отчет с рекомендациями для НПО и лидеров сообществ. Эти рекомендации помогли повысить эффективность программ. Мониторинг и оценка, как в примере из Украины, помогают повысить эффективность программ и привести программы в соответствии с потребностями секс-работников. Секс-работники много знают и многое умеют. Приглашайте секс-работников быть фасилитаторами, аутрич-работниками и консультантами и достойно оплачивайте их труд. Редактор субтитров А.Семкин